Итак, друзья, добрый день! Приветствую вас на очередной лекции, посвященной психологическим экспериментам. Сегодня у нас тема нашей лекции достаточно необычная и, можно сказать, парадоксальная. А именно, парадокс Симпса. Итак, прежде чем мы перейдем к основной теме нашего занятия, я задам вам несколько вопросов и оставлю баланс без ответов. Подумайте сами над тем, что вы сейчас услышите. Итак, первый вопрос. Может ли быть одновременно, что психотерапия А эффективнее, чем психотерапия Б для лечения от некоторого заболевания? И в то же время одновременно психотерапия Б эффективнее психотерапии А при лечении от того же самого заболевания. Может ли быть одновременно, что верны оба этих утверждения? А эффективнее Б, а Б эффективнее А. Может ли быть одновременно лекарство А лучше, чем лекарство Б для лечения камней в почках? И в то же время лекарство Б эффективнее лекарства А для лечения камней в почках. Может ли это быть или нет? Значит, странный вопрос. Второй вопрос. Может ли быть, что одновременно при поступлении женщин в Беркли их права ущемляются по отношению к правам мужчин? И в то же время одновременно верно следующее утверждение. При поступлении в Беркли права от женщин не ущемляются по отношению к правам мужчин. Может ли быть, что одновременно верны эти два утверждения? Может ли быть, что корреляция между тем, является ли человек студентом или нет, студент или не студент, и тем окажется ли его счет в минусе, минус на счету, отрицательное число, в кредит зайдет, минус на счету. Одновременно положительный, одновременно отрицательный. То есть может ли быть то, что студенты одновременно в среднем чаще заходят в минус, и в то же время одновременно реже заходят в минус, чем не студенты. Казалось бы, ответы на все эти вопросы? Нет, такого не может быть. Не может быть одновременно верно утверждение и его отрицание. Но мы с вами через несколько минут увидим, на самом деле, что это не так. Достаточно на одни и те же данные посмотреть с разных сторон. Возвращайтесь через минуту. Итак, друзья, мы продолжаем говорить о парадоксе Симпсона. На просто части занятия я задал вам достаточно неожиданный вопрос. Может ли быть, что одновременно верно следующие два утверждения? Психотерапия А лучше психотерапии Б для лечения какого-то данного заболевания. И в то же время для лечения того же самого заболевания психотерапия Б эффективнее психотерапии А. Казалось бы, что за глупость, я спрашиваю. Это невозможно. Мы помним из математики, из логики, из каких-то других дисциплин, что не может быть, что одновременно верно два утверждения и его отрицания. Да, в логике говорят, что если в системе аксиом верно утверждение и его отрицание, то такая система неконсистентна. Она доказывает любую вещь в неверной и правде, и неправде, и работать с ней неинтересно. И, как правило, ученые такие системы и теории не рассматривают. Но, тем не менее, я задал вам этот вопрос. И почему же я его задал? Напрашивается вопрос. Почему? Что же в нем интересно? Понятно, что ответа нет. На самом деле, не совсем так. При определенных условиях, если посмотреть на тот же самый объект, на те же самые данные по-разному, мы можем прийти к совершенно разным выводам. То есть, обратите внимание. Я не утверждаю, что одновременно верно утверждение терапии А лучше, чем Б, и второе утверждение терапии Б лучше, чем А. Я утверждаю следующую вещь. И, в общем-то, этим занимаются часто ученые, когда проводят эксперименты. Это результат их эксперимента. Это вывод, который можно получить по результатам их эксперимента. Так вот, мы с вами сегодня увидим достаточно, можно сказать, парадоксальную, неожиданную вещь. Возможно, что если смотреть на одни и те же данные с разных сторон, на одни и те же данные, то можно прийти к выводу, что лекарство А или психотерапия А лучше, чем лекарство Б. А если посмотреть на те же самые данные по другим углам, можно прийти к противоположному выводу. И подумайте сами, насколько это плохо. Проводится научный эксперимент, планируется, субсидируется, проводится, данные обрабатываются. Одни ученые смотрят на эти данные, используя математический аппарат, статистику под одним углом, и получают вывод, что лекарство помогает. Надо его начинать производить, надо прописывать его больным. Вторые ученые смотрят на те же самые данные, используют ту же самую математику и статистику, и получают другие результаты, что не дай бог использовать эти данные. Как такое может быть? Кажется невероятным, да? Но на самом деле нет. Такое возможно, и такое случается, и про это мы с вами сегодня поговорим. Ну, а чтобы не быть голословным, рассмотрим три примера. Два из них – это реальные примеры, про которых вы можете прочитать множество статей. Итак, пример номер один. Описывается в работе Чаррига за 1986 год. Рассматриваются два лекарства, назовем их для краткости, лекарство А и лекарство Б, которые используются для лечения осложнений при таком заболевании, как камни в почках. Итак, были проведены эксперименты, и получены следующие данные. В первой таблице отражено, насколько эффективно лекарство. Давайте посмотрим, какие данные были получены. Было получено, что лекарство А, и оно было дано 350 пациентам, и помогло 273 из них. То есть, вероятность, да, можно сказать, вероятность или пропорция, пропорция количества пациентов, которым лекарство помогло, ее можно оценить как 78%, или вероятность успеха как 0,78. Вот так вот показалось себя лекарство А. В то же время результаты эксперимента показали, что пропорция количества людей, которым помогло лекарство Б, она равняется 83, 0,83 вероятность. Итак, на основании этих данных, полученных с помощью эксперимента, можно сделать вывод, что в целом лекарство Б эффективнее, чем лекарство А. оно чаще помогает в среднем, на 5%. Отлично. Теперь давайте возьмем те же самые данные. Сейчас вы увидите парадокс, да? Возьмем те же самые данные лекарства А и Б, тот же самый эксперимент, те же самые люди, только разобьем, испытуем их, которых было тут 350 и тут 350, на две группы, по той сложности, с которой у них протекало заболевание. У одних из них были маленькие камни в почках, у других большие, большего размера. Итак, мы разбили наших подопечных 350 в группе А и 350 в группе Б на две группы. Опять же, обратите внимание, это тот же самый эксперимент, он был проведен только один раз, просто тут данные сгруппированы, а тут они не сгруппированы, а представлены в двух строках. Итак, строка 1, те пациенты, у которых были маленькие камни в почках, и вторая строка, те, у которых были большие камни. Столбцы тоже самое, лекарство А, лекарство Б. Теперь будьте внимательны, смотрите, что мы получили. Так, давайте пометим тут, что у нас победило лекарство Б. Теперь смотрите, что получить. Для тех пациентов, у которых были маленькие камни в почках, лекарство А помогло 81 из 87, то есть в 93% случаев. Для тех пациентов, которым давали лекарство Б, и у которых были маленькие камни, лекарство помогло 234 пациентам из 270, то есть в среднем 87%. Какой вывод напрашивается? Можно доказать, можно сделать это с помощью статистики, но даже без применения статистики, очевидно, что скорее всего, и этот вывод, он верен в данном случае, что для тех пациентов, у которых камни маленького размера, эффективнее лекарство А. Ну, хорошо, возможно, почему нет? Давайте обратимся к камням в случае, когда камни большого размера. Опять же, лекарство А помогло под 192 из 263 пациентов, то есть в среднем оно помогло 78% случаев. Лекарство Б помогло 55 из 80 пациентов, то есть в среднем 69% случаев. Отсюда напрашивается вывод, что для тех пациентов, у которых большие камни в почках, эффективнее лекарство А. Теперь посмотрите на то, что здесь написано. Те же самые данные, один эксперимент, одни ученые сгруппировали их и посмотрели на всех пациентов, которые получили лекарство Б, и всех, которые получили Б, а вторые оставили отдельно для тех пациентов, у которых были маленькие камни в почках, и для тех, у которых были большие камни в почках. Что мы получаем? Что первый ученый приходит к выводу, что лекарство Б эффективнее, чем лекарство А. К какому выводу приходят вторые ученые? Что в любом случае, вне зависимости от того, маленькие камни или большие в почках, лекарство А эффективно. И тут наша интуиция дает сбой. Она говорит нам простую вещь. Если лекарство А эффективно и в первом случае, и во втором случае, а всего есть два случая, они не пересекаются и покрывают с собой все возможные варианты, то А должно быть эффективнее, чем Б всегда. Но первые ученые пришли к другому выводу. И это верно. И это верно. Как же такое может быть? В этом и кроется суть парадокса Симпсона, о котором мы с вами сегодня поговорим. Но прежде чем я раскрою вам все секреты, давайте рассмотрим еще несколько примеров. Возможно, этот пример кажется вам чем-то искусственным, или чем-то необычным, или примером, который случается один раз из миллиона. Миллиарда. И не заслуживает нашего внимания. Ну что ж, бывают такие странные вещи. Тем не менее, это не так. Итак, давайте перейдем к второму примеру, описанному многими тоже учеными. Есть много работ, в которых описывает этот пример. В том числе, например, Фридман в 98-м году разбирает этот пример. Этот пример также разбирается на одном из курсов, читаемом на Курсере, Case-Based Introduction to Bio-Statistic, тоже интересный курс, можете посмотреть. И сейчас этот пример мы разберем с вами вместе. Итак, в одно время, более 50 лет назад, был подан иск на университет Беркли. Утверждалось, что этот университет ущемляет права женщин. Женщины в нем дискретируют, и это выражалось тем, по мнению тех, кто подал иск, что женщины чаще не проходят экзамены, их берут реже, меньше. То есть существует дискриминация, чем мужчины. На каком основании строился этот иск? На статистике, на простых данных, которые показаны вот в этой вот табличке. Таблички, сейчас я ее введу. Итак, данные следующие. В определенный год, да, подавался иск, количество мужчин, которых поступало, было 8442, и из них поступило всего лишь 44%. Количество женщин, которых поступало, было 4321, и из них поступило 35%. Так вот, утверждалось, что такой разброс среди количества поступивших мужчин и женщин был вызван дискриминацией. Обратите внимание, да, из-за того, что количество мужчин и женщин, которых поступало, было достаточно большое, не 2, 3, не 10, 15 человек, а в тысячах, то действительно такой разброс, он не может быть случайным. Да, и соответственно, те, кто подал иск, решили, ах, он не случайный, и женщинам хуже, значит, существует дискриминация. Позже было показано, что несмотря на то, что в этой таблице говорит нам о том, что да, есть разброс, статистически он явно не случайный, это можно доказать с помощью статистики, то есть дискриминация. Какое же еще есть объяснение? Оказалось, что есть другое объяснение, и на самом деле дискриминации нет, а если она есть, то дискриминирует мужчин. Для этого давайте посмотрим на те же самые данные, но немножко по другим углам, по факультетам. Для простоты обозначим факультеты A, B, C, D и F. Напоминаю вам, что эти два эксперимента, первый и в котором у нас сейчас, это реальные данные. Итак, давайте посмотрим, на факультет A записалось 825 мужчин, поступило 62, записалось 100 женщин, 62%, извините, записалось 100 женщин, поступило 82%. Итак, на факультете A успешнее показали себя женщины. В факультете B 63% мужчин из тех, что подали, поступило, 68% женщин из тех, что подали, поступило. Также успешнее показали себя женщины. На факультете C на 3% мужчины превзошли женщин, на факультете D опять же женщины оказались успешней, на факультете E мужчины чуть-чуть превзошли, и на факультете F опять женщины оказались успешней. Итак, что мы видим тут? Что мы взяли те же самые данные, посмотрели над них немножко под другим углом, просто более подробно расписали их по конкретным случаям. И можно прийти к выводу, что никакой дискриминации нет. На 4 факультетах из 6% поступивших женщин больше, чем процент мужчин. Как же такое может быть? Одни и те же данные одновременно позволяют прийти нам, казалось бы, к разным результатам. Об этом на третьей части нашего занятия. А теперь посмотрим на последний, третий пример. Этот пример уже искусственный, встречается на сайтах, допустим, головоломок, и тем не менее тоже достаточно интересный, и тоже демонстрирует парадокс Симпсон. Итак, предположим, что в семье есть два ребенка, назовем их для простоты Оля и Петя, и они закончили, отучили в школе, учатся в одном классе, и им надо показать свои оценки родителям. Родители похвалят того из детей, чьи успехи лучше. Ну, вот такие непедагогические родители, но тем не менее. А дети оказались достаточно умные, знакомые с парадоксом Симпсона и решили воспользоваться тем, что похвалили каждого из них. Обратите внимание, да, я сказал, что родители похвалят лучшего, а дети, знакомые с парадоксом Симпсона, делают так, что похвалят каждого из них. Парадокс, лучше может быть один, да, или одинаковый, или лучше один. Но теперь давайте посмотрим. Итак, Оля подходит к родителям и говорит, там, похвалите меня по следующей причине. Я сдала 11 контрольных из 20. А, наоборот, Петя, да? А Петя сдал 12 из 20. То есть, соответственно, Петя подходит, да. Петя подходит к родителям и говорит, вот смотрите, Оля сдала 11 контрольных из 20, а я сдал 12 из 20. Значит, я лучший, процент успеха у меня лучший. За год, да, это данные за год. Ну, родители, незнакомые с парадоксом Симпсона, конечно, похвалят Петю, скажут, молодец, лучший, вот тебе печенька. Теперь очередь Оли. Допустим, Петя подошел к папе, папа его похвалил, а теперь подходит Оля к маме и говорит, вот смотри, давай посмотрим на ситуацию по полугодиям. Первое полугодие, я сдала 5 контрольных из 6, прошла, а Петя 8 из 10. Проверьте, несложно видеть, что 5 из 6 больше, чем 80. То есть, первое полугодие, Оля на успехе лучше. Второе полугодие, говорит Оля маме, я прошла 6 контрольных из 14, а Петя 4 из 10. Несложно проверить, что 6 из 14 больше, чем 40. Значит, и во втором полугодии я лучше. В первом полугодии я лучше, чем Петя, во втором полугодии я лучше, чем Петя. Значит, в этом году я учился лучше, чем Петя. Что сделает мама? Похвалит Олю. А папа Петю. Оба ребенка лучше. Итак, друзья, на третьей части нашей лекции мы попробуем дать ответ на то, что такое парадокс Симпсона, почему он опасен, чем он вызван, как можно его избежать и можно ли его вообще избежать. А я вас оставляю с этими задачами. Попробуйте сами объяснить полученные несовпадения и несоответствия. Всего хорошего. До встречи через несколько минут. Итак, друзья, давайте продолжим. Третья часть нашего занятия. Итак, парадокс Симпсона. На прошлой части урока мы видели с вами невероятную вещь. Одни и те же данные, один и тот же эксперимент. Одни ученые смотрят на эти данные под одним углом, вторые под другим. И данные говорят нам противоположные вещи. Одновременно психотерапия А эффективнее психотерапии Б, и психотерапия Б эффективнее психотерапии А. Одновременно студент А лучше студента Б, и студент Б лучше студента А. Одновременно женщин и дискредитируют при приеме университета Беркли и не дискредитируют. Три примера мы с вами рассмотрели. Есть множество других известных примеров. Например, 4. Love of Weight Paradox Известный парадокс, почитайте в описании в Википедии Его источником также является парадокс Симпсона Связанный с тем, что у курящих женщин чаще рождаются дети с меньшим весом Но те же и с тем, что риск смерти при этом у них не увеличивается Известный также пример 7, описанный в книжке Табашане о статистическом обучении Показывает, например, что одновременно корреляция между тем, является ли человек студентом И не будет ли денег на его счету, может быть положительная Если мы берем определенную регрессионную модель, линейную И в то же время, если мы эту модель чуть-чуть расширим У нас может получиться, что корреляция будет отрицательной Одновременно корреляция не может быть и положительной, и отрицательной Опять же, причина этого парадокса кроется в парадоксе Симпсона Есть еще известный парадокс, в котором рассматривается влияние курения на продолжительность жизни И есть много других примеров Я вам напоминаю, что все ссылки будут даны в конце, в последней части нашего занятия Итак, в чем же причина парадокса Симпсона? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте в совершенно небольшой исторический экскурс Объясним, откуда этот парадокс пришел И опять еще раз повторим, почему он опасен Итак, на самом деле парадокс Симпсона Открыт был не Симпсоном Симпсон писал про него в статью в 1951 году Позже это название этому парадоксу дали где-то примерно спустя 20 лет Его назвали эффект Юлия Симпсона Но на самом деле частный случай парадокса Симпсона Напоминается в работе известного математика, статистика Карла Пирсона Еще в 1899 году и в дниюля в 1903 Поэтому часто во имя исторической справедливости парадокс Симпсона называют парадоксом объединения Или на английском amalgamation paradox Ну, оставим это в стороне Итак, давайте дадим ответ на следующий вопрос Чем опасен парадокс Симпсон? Прежде чем, что его незнание, что такое вещь существует И как с ним бороться Может привести к тому, что будут получены неверные результаты То есть, например, в случае, когда речь идет о лекарстве Вместо того, чтобы выбрать эффективное лекарство На данные посмотрят не под тем углом и выберут неэффективное лекарство Вместо того, чтобы дать жизнь новой эффективной терапии Она проиграет в исследовании неэффективной терапии То есть, результаты могут быть плачевные Результаты потери могут быть и денежные, и здоровье людей, и жизни людей Поэтому нам бы хотелось уметь предотвращать влияние этого парадокса На самом деле, положение сегодня достаточно печальное Многие исследователи не знают про существование этого парадокса И могут стать его жертвой Некоторые исследователи могут сосединировать результаты с помощью этого парадокса Есть известные результаты Первых, в которых показано, что с помощью того или иного разбиения Можно получить различные выводы на тех или иных данных И, возможно, какие-то нечистые на руку дельцы, которые выпускают лекарства С помощью этого парадокса, проигнорировав все данные Часть данных, посоединяя по другим углам Опубликуют результат, что их лекарство помогает Что делать? Такова жизнь Поэтому необходимо знать этот парадокс Необходимо студентам, психологам, математикам, статистикам, тем, кто занимается даже такими дисциплинами, как data mining, анализ данных Сталкиваться с этим парадоксом и необходимо его знать Итак, небольшая вещь по поводу распространенности этого парадокса Оценить ее сложно Особенно в тех исследованиях, которые были сделаны Данные, которые были опубликованы Например, в таком виде В таком виде их вообще может не быть уже сейчас И проверить исследования, в прошлых лет имел ли место парадокс Симпсона или нет, достаточно сложно Но, тем не менее, некоторые исследования были перепроверены И в Википедии вы можете найти ссылки на те случаи, когда в каких-то известных опубликованных результатах было обнаружено, что они неверны благодаря парадоксу Симпсона Причем эти исследования затрагивают широкие области науки И биологию, и психологию, и социологию Например, в психологии парадокс Симпсона был найден в некоторых исследованиях, посвященных памяти, восприятию, принятию решения и так далее Поэтому стоит быть осторожным специалистом очень широкого спектра специальностей Итак, давайте попробуем понять Во-первых, что же здесь является правильным Вернемся к примеру один И попробуем понять, что является верным Какое решение является верным Какое лекарство давать пациентам А или Б И почему появилась ошибка Итак Давайте вернемся ко второй ситуации Те же самые больные мы смотрим на случай Когда у больных маленькие камни в почках и большие И в том и в другом случае Выгодно, лучшее у себя показало лекарство А И это так и есть на самом деле Предпочтительно давать лекарство А В том случае, когда мы знаем, когда у пациента какой тип, какой размер у него камня Когда мы не знаем, казалось бы, правильный ответ дать лекарство Б На самом деле нет Ответ все равно остается дать лекарство А Предсмотрите, почему это получилось Когда мы смотрим на таблицу в таком виде Мы, во-первых, игнорируем То, какой размер камня у пациента есть И во-вторых, имеет место непропорциональное распределение По типу испытуемых в каждой из групп И того, на какой на самом деле имеет место Как это распределение распределено в реальности Сколько больных с большими камнями Сколько больных с маленькими камнями Сколько и так далее И в результате, вот тот результат, который мы получили тут То, что Б эффективнее, чем А На самом деле, это утверждение должно случать следующим образом Лекарство Б эффективнее, чем лекарство А Если больным с большими камнями чаще дают А, чем Б А больным с маленькими камнями чаще давать Б, чем А Вот в таких случаях Но это искусственный случай Эффективнее Б, чем А Наш случай не такой И поэтому в данном случае правильный ответ Что лекарство А эффективнее, чем лекарство Б Но теперь обратите внимание Какая сложность стоит перед экспериментатором Человек поставил эксперимент Его цель определить, какое лекарство эффективнее Вот он проверил, кажется, что Б Возможно, теперь он может подумать Существует вероятность, опасность Что здесь имеет место парадокс Симпсона И тогда сразу напрашивается решение Надо взять какую-то дополнительную переменную Вмешивающий фактор Вмешивающую переменную И посмотреть более детально, что будет При влиянии этой переменной При добавлении этой переменной Но здесь очень большая сложность А какую переменную взять Тут, да, я привел вам сразу правильный ответ Вмешивающие переменные Необходимые вмешивающие переменные Чтобы увидеть, что допущенная ошибка Был размер камня в почках Но ученые про это могут не знать Может быть, они бы попробовали И взяли бы, например, пол Мужчина-женщина И при таком разделении По полу мужчина-женщина Опять бы получилось, что лучше лекарство Б Можно было взять, например Продолжительность течения заболевания До госпитализации Или средний возраст При первой госпитализации С такой болезнью И, возможно, при всех этих случаях Мы бы не увидели, что имеет место Парадокс Симпсона И пришли бы к неправильному решению К правильному выводу Итак, как вы видите На самом деле, перед исследованием Которое проводит эксперимент Стоит важная задача Кроме того, что надо правильно провести эксперимент Надо еще знать По существованию различных мест Ловушек, которые могут поджидать Исследования, например, такие Как упомянутый парадокс Теперь, как можно бороться с этим парадоксом Как можно его избежать Печальная новость Идеального решения Какой-то математической формулы Которая сразу даст нам ответ Ага, в своем исследовании Есть парадокс стимула Сделай вот так Извините, парадокс Симпсона Сделайте вот так И парадокса не будет Такого решения на сегодня неизвестно Возможно, оно есть Но пока ученые его не получили Одно не знает Возможно, такого решения нет Но существуют различные Можно сказать, советы Правила, которые помогут В использовании которых Поможет минимизировать риск И совершить ошибку Благодаря парадоксу Симпсона Итак, какие это средства? Ну, прежде всего И это то, что мы сейчас с вами делаем Это знакомство с парадоксом Симпсона Итак, способы предотвратить И попасть в ловушку С помощью парадокса Симпсона Итак, предотвращение Как мы с вами видели Цена ошибки может быть велика Это могут быть потери денежные Это могут быть потери, выражающие в жизни людей В здоровье людей Итак, предотвращение Первое Это знакомство с парадоксом Симпсона Симпсон Необходимо знать, что он существует Что это такое Как он может себя проявлять Хорошо Ну, знакомства мало Например, в этом случае мы с вами видели Что после того, как были получены Допустим, такие результаты И предположим, что экспериментатор Знаком с парадоксом Симпсона Что проверить, имеет он место или нет Ему нужно ввести, добавить Вмешивающие дополнительные факторы И переменные Вопрос, какие переменные добавить Например, во втором исследовании Было достаточно очевидно Когда мы смотрели про студентов Учащихся в Беркли Что стоит посмотреть по факультетам Больше мужчин или женщин поступало на факультет Но, тем не менее, мы могли взять Другие разбиения По возрасту абитуриентов, например По городу, в котором они родились По тому, какие экзамены Какие у них были оценки в школе И так далее Не каждый бы из этих разбиений И, скорее всего, те разбиения Которые были бы не связаны с нашей целью Показало бы нам, что имеет место парадокс Симпсона Что в данном случае говорит о том Что отсутствует дискриминация против женщин Итак, второй аспект Ученые, для того, чтобы проверить Присутствует парадокс Симпсона Или отсутствует Чтобы избежать этой ловушки Достаточно может быть Вести правильную вмешивающую перемену Как ее выбрать Вопрос непростой Вопрос очень сложный И тут ученым может помочь Знакомиться с предметной областью И может помочь интернет Они могут почитать похожие статьи На тему, связанную с лечением Медикаментозным, например, болезней почек Связанной с камнями в почках И вот эти вот исследования Могут натолкнуть их на мысль Какую переменную стоит рассмотреть В качестве вмешивающей Возможно, удача будет им сопутствовать И они обнаружат, что имеет место парадокс И есть ошибка Возможно, они увидят, что парадокса нет А возможно, парадокс есть И они его не заметят Итак, второй способ Который может помочь, чтобы предотвратить Появление парадокса Симпсона Это знакомство с предметной областью И введение дополнительных Confounding Variable Вмешивающихся переменных Variable Опять же, сложность в этом способе Он не дает нам абсолютной 100% гарантии Во-первых, возможно, что мы просто выберем Не ту переменную вмешивающую Возможно, мы не сможем выбрать Необходимую переменную Но, тем не менее, это один способ Третий способ, который рекомендуют ученые Это визуализация Visualization Которая иногда может показать Что, возможно, есть разбиение на некоторые кластеры И, возможно, и вот эти кластеры Которые мы сделаем Если мы смотрим на рисунок На схему, диаграмму того, что происходит Покажет, как лучше Разбивать, какую лучше Дополнительную вмешивающую переменную ввести Четвертый способ Это различные математические и статистические методы Статистик Тулс Я напишу Статистик Тулс Например, такие, как Множественный регрессионный анализ Тивариал Регрессионный анализ Также могут помочь Но не всегда И такие, например, утилиты, как Кластерный анализ Программы кластерного анализа Иногда могут помочь Обнаружить скрытые кластеры И также понять, существует Та или иная вмешивающая перемена Итак, друзья Давайте просуммируем И на этом закончим Сегодня мы поговорили с вами О эффекте или парадоксе Юлии Симпс Который связан Со следующей вещью Что одни и те же данные Одного и того же эксперимента Позволяют прийти Могут позволить прийти К разным выводам К выводу А И к выводу не А К прямому и противоположному выводу И как следствие этого Можно совершить ошибку Можно прийти к выводу Что лекарство А лучше лекарство Б В том случае, когда она верно обратная Что психотерапия А лучше психотерапия Б Что психотерапия А неэффективна Что один студент лучше второго Что существует дискриминация В данном учебном заведении Что корреляция между тем Что является человек студентом или нет И тем, стоит ли давать ему кредит Может быть одновременно и положительный И отрицатель Цена ошибки может быть велика Чтобы избежать эту ошибку Во-первых, нужно знать, что такое парадокс стимула Как он себя проявляет Второй способ избежать эту ошибку Это введение дополнительной Вмешивающей фактора Переменной Для того, чтобы правильно выбрать этот фактор Нужно хорошо узнать предметную область Область, в которой проводятся исследования А также не полениться Знакомиться с результатами предыдущих исследований Различные статистические средства Средства визуализации Могут помочь в обнаружении Эффекта Симпсона Но никакого неэффективного решения не существует Стопроцентной гарантии нет Поэтому на этом мы с вами сегодня закончим До встречи в следующий раз Субтитры создавал DimaTorzok